Добрый день! Мы на площадке Телбекон 2024 в Минске, и сегодня наше небольшое интервью согласился пройти Алексей Бородин из Регионального Содружества в области связи. Алексей, спасибо большое, что согласились, и в первую очередь хотела, конечно, поздравить вас с избранием. Мы знаем, что с 1 января этого года вы возглавляете РСС. Пожалуйста, поделитесь своими планами новыми, что вы хотели бы привнести и, в частности, правопланы по взаимодействию с доменными регистраторами в регионе на глобальном уровне? Спасибо большое за поздравление. Действительно, с 1 января я приступил к этой ответственной работе. Как вы знаете, РСС является межгосударственным органом координации, и у нас существует два уровня взаимодействия между странами нашими, входящими в регион. Это уровень министерств цифрового развития и уровень компаний-операторов. Естественно, в нашей сегодняшней повестке нас, в первую очередь, будет интересовать уровень взаимодействия компаний. В нашем совете операторов присутствуют все крупнейшие телеком-компании, которые работают на рынках наших стран, и производители оборудования, ну и другие IT-компании. Вместе с тем мы видим, что существует множество критически важных вопросов для сети интернет. Интернет, естественно, является очень важным элементом в сетях связи нашего региона, и поэтому мы заинтересованы в увеличении компаний-регистраторов доменов, компаний, обеспечивающих техническую инфраструктуру интернета для того, чтобы услуги операторов наших стран были более распространены в наших странах и имели более глубокое проникновение. Поэтому, в первую очередь, важным приоритетом в нашей работе становится вовлечение, в обсудение этих важных вопросов как раз с компанией, которые занимаются интернет-вопросами. Большое спасибо за ответ. На самом деле, это правда очень важно, и хотел еще один момент уточнить. РСС рассматривает вопросы не только, которые касаются региона, но и больше в международное взаимодействие и координацию. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что РСС – это один из шести межгосударственных организаций, признанных МСЭ, для предоставления общих интересов и компаний. Про планы на международном уровне. Какие вопросы сейчас наибольший интерес представляет на глобальном уровне и какие вы хотели бы рассматривать, что касается интернета? Ну, не секрет, что на сегодня важнейшим элементом в развитии сети интернет можно выделить устойчивость и недопущение фрагментации сети интернет. Мы знаем, что многие эксперты считают, что наметились некие такие тенденции, которые могут негативно сказаться на устойчивости и взаимосвязанности сети. Поэтому, конечно, безусловно, это один из важнейших вопросов, который стоит на повестке дня среди и операторского сообщества, и среди компаний, которые, в частности, регистраторов доменных имен, и компаний, которые обеспечивают или внедряют свои IT-приложения на базе IP-протокола в интернет-сетях. Следующим важным элементом, с нашей точки зрения, является развитие низкоорбитальных спутниковых группировок для обеспечения доступа в интернет посредством услуг спутниковой связи. Вы знаете, что развитие таких компаний, как Starlink, OneWeb, которые в том числе и заходят в наш регион, является одним из таких сегодня наиболее горячих вопросов, как обеспечить равный доступ таких компаний, как обеспечить справедливый доступ абонентов к этим системам, как обеспечить законодательство наших стран. Не секрет, что оно в некоторых случаях имеет особенности, и наша практика в наших регионах, она во многом отличается, например, от других регионов. Взять европейскую часть нашего континента или африканский регион. Поэтому здесь мы расцениваем эти системы как некий такой искусственный элемент монополии. Грубо говоря, спутник, он не признает границ, для него есть только космическое пространство, и поэтому в этой связи все страны должны в первую очередь договориться о том, как мы допускаем эти спутниковые группировки на национальном уровне, как обеспечивается равный, справедливый и, главное, безопасный доступ к таким системам. Ну и в целом это большая дискуссия, которая разворачивается в том числе и на нашей площадке. Мы имеем в своем арсенале инструменты разработки регуляторных предложений, антимонопольных предложений. Все это делается совместно с межгосударственными советами о межпарламентской ассамблее СНГ и межгосударственный совет по антимонопольной политике. В том числе мы тесно взаимодействуем по обсуждению этого вопроса. Ну и третий важный элемент, который имеет, наверное, более стратегическое значение и такой более далекий горизонт, это, конечно, работа с молодежью, с юными специалистами или со школьниками, которые хотят выбрать в качестве будущей профессии профессию IT-специалиста или специалиста в области телекома. И вот здесь мы считаем это тоже очень важным элементом. Да, предстоит большая работа. Очень надеюсь, что как раз и ваше начинание по сопротивлению цифрового разрыва, справедливого доступа, они будут поддержаны и все получится. А все-таки про молодежь, поскольку я как куратор летней школы не могу не спросить, как сегодня обстоят дела на площадке РСС с молодежью, с молодежной политикой. Может, какие-то планы уже имеются в это направление? Спасибо за этот вопрос, что вы задали отдельно. Да, действительно, и в рамках нашей региональной организации мы уделяем большое внимание молодежной политике. В частности, мы вносим вклад в глобальную повестку. В качестве примера я могу подчеркнуть один из последних, одно из последних достижений, это включение представителя нашего региона от молодежи в совет, в молодежный совет, который был создан при генеральном секретаре Международного союза электросвязи. Это представительница России. Также вы знаете, что многие молодые специалисты входят в совет Generation Connect. Кроме того, в рамках региона мы также осуществляем ряд проектов по поддержке школ в наших странах. Эта работа включает в себя не только закупку оборудования, например, но и проведение каких-то семинаров, форумов, отдельных летних школ. И вот здесь как раз я хотел бы подчеркнуть нашу новость. Мы создали совет наука, который на сегодняшний момент получил заявки от свыше 50 вузов нашего региона. И мы планируем на площадке этого совета также проводить молодежные форумы конференции. И здесь высокая востребованность, как я вижу, выслушав в том числе и доклады на этой конференции. Будет хорошая взаимодополняющая работа нашего совета и как раз регистрационных доменных компаний, и вот в частности координационного центра домена РФ и .ру. Мы знаем, что тоже огромная работа проводится на национальном уровне в Российской Федерации и в других странах нашего региона. И мы заинтересованы в том, чтобы выстроить хорошую, правильную такую модель взаимодействия, в рамках которой мы могли бы как раз обмениваться и дополнять опыт наших организаций в как раз продвижении молодежной политики нашего региона. Безусловно, это очень важно. Мы понимаем, что чем больше знаний будет у молодого специалиста, тем шире выбор его в будущем. Он сможет выбрать себе профессию, действительно опираясь на объективные данные. Ну и здесь большой плюс, что все-таки молодежь в хорошем смысле сталкивается с уже грантами отрасли, с крупными специалистами, и это крайне важно. Например, в моем студенчестве мне этого немного не хватало, но, слава богу, окунувшись в мир нашего комьюнити, мне удалось познакомиться уже с такими специалистами, которые, в общем, есть сегодня. Можно с большим удовольствием называть их фамилии и гордиться, знакомиться с ними. Поэтому я считаю, что вот этот молодежный трек – это очень важный элемент нашей общей работы. Это правда замечательно. Спасибо вам большое. Желаю больших успехов и удачи. Спасибо.